Елена Карпович с 2006 года работает преподавателем в Солигорской детской художественной школе искусств. Является ее же выпускницей. Она прививает любовь к искусству младшему поколению с первого занятия. Ее выпускники продолжают развивать навыки, некогда заложенные преподавателем в самом начале художественного пути. Своих первых высот они достигают на местных выставках. На торжественном открытии поздравили победителей онлайн-выставки «Зимняя сказка». Как признается художница, каждый, кто приходит к ней на занятия, вдохновляет ее совершенствоваться и развиваться. Может быть, тоже у меня не все получается. Я, в принципе, не презентую ни названия никакого художника. Это такой отчет, просто отчет о работе, о творчестве. Тем более, что хочется сказать, что в этом году у нас в школе 45 лет. И я, скажем так, своей выставке благодарна за тот труд, который когда-то вложили в меня учителя художественной школы. Потому что я выпускница художественной школы. На выставке представлены натюрморты, портреты и пейзажи. По словам художницы, вдохновение приходит неожиданно, взглянув на медный чайник или, к примеру, во время ремонта. Так и пришла идея о названии выставки «Просто о простом». Здесь представлены те детали, которые в повседневной жизни мы не замечаем. Ваза с цветами, кувшин, чайный сервиз. Все это обретает уже иной смысл, ведь художница вложила душу в описание своих картин. Увидела у своих друзей чайник, вот этот медный. Он куплен был где-то там на барахолке или, я не знаю, где-то там приобретен. Они из него пьют чай, и мне он так понравился. Я ездила к ним, они любезно предоставили мне свой вот этот дворик в доме. Я, в общем, писала его. Мне было классно, я получала удовольствие. Мне нравится, я вдохновляюсь, меня это успокаивает. Во всяком случае, когда я рисую, я собираюсь с мыслями, и у меня какие-то начинают вырисовываться планы на будущее. То есть, что бы я хотела. Просто я пребываю в некой такой гармонии. Вот. Мне это очень нравится. Взрослые способствуют творческому развитию своих детей, приводя его на занятия в художественную школу. Таким образом прививают подрастающему поколению любовь к прекрасному. Дети, мне хотелось, чтобы они реализовали себя. Сын у меня в художественной занимается, чуть ли не постарше, дочка. И действительно, вот они пошли, рисуют, у них все как бы получается, и я получаю от этого удовольствие. И действительно вижу педагога Елену Васильевну, талантливого, творческого как бы человека. Как она действительно строит свой план, свои проводит как бы уроки, работы, которые как бы получаются. Она живет этим.